Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии Полина Малюкова и в начале выпуска коротко о главных событиях дня. Развивать Жизказган и улучшать благосостояние местного населения. Аким Карагандинской области Женис Касымбек озвучил вполне реальные планы. Фермеры Карагандинской области получили государственные деньги на сельскохозяйственные нужды, а потом закрыли ими дыры в своем бюджете. Общий ущерб составил более 97 миллионов тенге. Футбол для всех. Особенные дети из Караганды заняли второе место в республиканском чемпионате среди детей с ДЦП. Призеров поздравили профессиональные футболисты клуба «Шахтер». Развивать Жизказган и улучшать благосостояние местного населения. Аким Карагандинской области Женис Касымбек озвучил вполне реальные планы. Глава региона сообщил, что в следующем году бюджет Жизказгана будет увеличен. В следующем году бюджет Жизказгана планируют увеличить на 5 миллиардов тенге. Эти средства должны использоваться рационально, заявил Аким области, чтобы решить как можно больше социальных проблем. В частности, в отношении строительства жилья. Не остались без внимания и коммунальные проблемы Жизказгана. Вопрос обеспечения холодной водой в последние дни вызвал шквал критики. Аким Ужисказгана Кайрату Бегимову глава региона объявил выговор. В общем, я оцениваю работу и подразделение, которое занимается этим вопросом, которое отвечает за водообеспечение. Работа этого подразделения отрицательна. Поэтому я официально обращаюсь к руководству Казахмыса на предмет соответствия с занимаемой должностью руководства этой компании. Аким области также интересовался подготовкой города к отопительному сезону. Он побывал на местной ТЭЦ и ознакомился с ситуацией. Женису Касымбеку доложили, что готовы подключить дамажа сказганцев к теплу уже на следующей неделе. В городе Сатпаев Женис Касымбек тоже проверил готовность к отопительному сезону. Сатпаев также вошел в госпрограмму по заменению. Мене очистных сооружений планируется реализовать семь проектов. Необходимо обеспечить инфраструктуру. Тепло, свет, газ подходит, подошел в регион. Поэтому важнейшая задача Акимата – готовить необходимую документацию, для того, чтобы мы могли нормально из республиканского бюджета просить деньги на реализацию этих проектов. Кроме того, в настоящее время в Сатпаеве заканчивается возведение многоэтажного жилого дома. В ней будет 56 арендных квартир для очередников, участников госпрограммы Нурлежер. В настоящее время ведется строительство пяти многоэтажных жилых домов, где объемы работ выполнены наполовину. Завершение намечается весной следующего года. Необходимые средства на сумму 1,575 млн. тенге республиканским бюджетом поддержаны. Глава области дал ряд других поручений по дальнейшему развитию региона. И сегодня же он представил нового Акима Улытауского района. Им стал берег Абдегалиулы. За кандидатуру нового Акима проголосовали на сессии депутаты районного маслехата. Жителям Улытау он известен, поскольку в 2010 году уже возглавлял этот район. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Фермеры Карагандинской области получили государственные средства на сельскохозяйственные нужды, а потом закрыли ими дыры в своем бюджете. На нерадивых предпринимателей завели уголовные дела за нецелевое использование государственной поддержки. Всего ущерб составил более 97 млн. тенге. Наибольшее финансирование чуть менее 52 млн. получил глава крестьянского хозяйства суд Колыбека Домбаев. Кредит ему предоставила АО «Аграрная кредитная корпорация». В рамках программы «Сыбага» 39,1 млн. тенге одолжил ИП Бакыджану Телекулы финансовый институт КАЗ-Арго. Руководителю ИП Танат Айгуля Саиновой по дорожной карте бизнеса 2020 досталось 5,8 млн. тенге. Фермеры брали деньги на приобретение нового поголовья скота, сена и зерноотходов, а затем закрывали этими средствами свои долги. Позже все подозреваемые признали свою вину и возместили нанесенный ущерб. В нашем департаменте выявлено три факта нецелевого использования кредитных средств, выявленных из государственного бюджета индивидуальным предпринимателям и крестьянским хозяйством на приобретение голов крупного рогатого скота и комбикормов. По результатам расследования в сентябре уголовные дела были окончены производством с возмещением причиненного государства ущерба в сумме более 90 млн. тенге. Кредиты выделялись на приобретение голов племенного крупного рогатого скота, быков-производителей, сена и зерноотходов. Однако данные средства были потрачены крестьянскими хозяйствами на собственные нужды хозяйства, но другие цели, не указанные в бюджетной программе. Напомним, в 2018 году фонд финансовой поддержки сельского хозяйства выдал казахстанским фермерам 50 млн. тенге. Основными кредитными продуктами стали программы Игеликс, Ибага, Касыпкер и Эрыс. Полина Малюкова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинскую область не поставляется два препарата для лечения онкологии. Медики сообщают, что пока справляются аналогами и во всем винят завод-изготовитель. Лекарственные препараты «Летразол» и «Ура-БЦЖ» необходимы для лечения онкологических больных. Но сегодня в больницы Карагандинской области они не поставляются. В управление здравоохранения обвинили в этом завод-изготовитель. Между тем, лечение онкобольных не прекращается. Всего в Центральном Казахстане зарегистрировано около 200 тысяч пациентов с онкологией. Для бесплатного лекарственного обеспечения выделено около 12 млрд тенге. У нас по онкологии в основном это препарат «Летразол». В настоящее время идет срыв поставок от завода-изготовителя. Препарат «Ура-БЦЖ» снят с производства заводом-изготовителем. Два таких препарата на сегодняшний день нам не поставляются. В данном случае врачи, чтобы лечение не прерывалось, производят замену лекарственных средств для пациентов. До следующей поставки. Поставки мы ожидаем. В Управлении здравоохранения отметили, что лишь два вышеназванных препарата сегодня не поставляются в Карагандинскую область. По остальным лекарствам проблем нет. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый. Карагандинский. Город металлургов Тимиртау отметил свой 74-й день рождения. В этот день власти по традиции устраивают грандиозные концерты и обязательно вспоминают людей, которые внесли особый вклад в развитие города. Не стал исключением и нынешний праздник. Для тимиртаусцев выступили участники республиканского конкурса «ЖУЛДЭС-2019». Тимиртау – один из самых многонациональных городов Казахстана. Здесь в мире и согласии проживают представители более 130 национальностей и народностей. Здесь, в городе металлургов, начинал свой трудовой путь первый президент страны. Уважаемые земляки, дорогие тимиртауцы! 74 года назад был образован город Тимиртау, город металлургов. 75 лет назад была выпрямлена первая казахстанская сталь именно в нашем городе. Свой трудовой путь начинал в нашем городе первый президент Ельбаса Рустанович Назарбаев. Сегодня мы празднуем 74-й год нашего становления города. На следующий год мы будем праздновать уже юбилейную дату – 75 лет. Я хочу поздравить каждую семью от всей души, пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия! Самым ярким событием всего праздника стало награждение и выступление победителей республиканского вокального конкурса «Жолдес-2019». 21 участник из 15 регионов страны прибыли в Тимиртау. Конкурс проводится уже в девятый раз, однако раньше гостей встречала Караганда. В этом году мероприятие решили устроить в Тимиртау, приурочив ко дню города. И здесь же наградили победителей. Обладателем главного приза стал участник из Туркестанской области – Бахтияр Акалбек. Победителем стал Бахтияр Акалбек, республиканского конкурса «Башюбе» и «Игера»! Туркестан-поблеса! Чудриким! Первый тур республиканского конкурса «Отборочный» проводился в Караганде. Заявку на участие подали более ста человек. Отбор прошел 21 участник. По задумке авторов проекта, этот вокальный конкурс открывает путь для новых казахстанских звезд. Андрей Тенаманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Профессиональные вопросы здравоохранения, проблемы, связанные с лечением больных, рассматриваются через бризму жизненных установок обычного человека. На сцене Карагандинского театра музыкальной комедии представили спектакль «Трудная профессия». Трудно даже представить себе, что стало бы с планеты, если бы не было врачей. Станислав Владимирович посвятил всю свою жизнь этой нелегкой, но благородной работе. 48 лет назад, окончив Карагандинский мединститут, он начал свою карьеру реаниматологом. 25 лет своей жизни Станислав Гуранский руководил областной детской клинической больницей. После выхода на заслуженный отдых он вдруг заметил в себе писательские способности. И вот тогда появилась на свет пьеса «Трудная профессия», повествующая о тяжелой работе людей в белых халатах. Будучи на пенсии, приходилось переосмысливать всю свою деятельность. И вот я решил, как мог отразить этот период работы врачей в отделении реанимации. Но там не только где сама работа врача, тут и замешанный административный ресурс. Подготовка шла почти месяц. Всего в нем приняли участие около 15 человек. Один из артистов Александр Войко на этом спектакле играет непривычную для себя роль хирурга. Артист признался, что данный жанр спектакля давался ему достаточно трудно. Очень трудно вдавалось, потому что у нас жанр другой. Мы поем, танцуем, говорим, а это драматический спектакль, поэтому нам было немножко сложно. Именно с текстом, то что там медицинских терминов много. И поднял бы все важные вопросы во всех инстанциях. И, может быть, тогда, наконец, наша трудная профессия приносила бы не только пользу, но и профессиональное удовлетворение. Данное мероприятие было организовано областным управлением здравоохранения. Это стало неким праздником для медицинских ветеранов и сотрудников, которые работают, не покладая рук каждый день, посвящая себя людям. Воспитанники Карагандинской областной школы-интерната для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата стали участниками первого республиканского чемпионата по футболу в Алматы. К себе в гости юных спортсменов пригласил местный клуб «Шахтер». В течение дня ребята ощущали себя в роли настоящих футболистов. Никите Лейнвеберу 13 лет. Футболом он занимается всего 4 месяца, но уже демонстрирует успехи. Мальчик – вратарь команды «Лидер». Это были первые выездные соревнования в его жизни. В будущем Никита мечтает продолжить спортивную карьеру и стать популярным, как его кумир Леонель Месси. Соперники попались достойные. Видно, что тренируется хорошо. Но мы им тоже не уступали. После игры мы пообщались между собой. Я познакомился с вратарем команды. Ну и в целом на позитивной ноте все было. Соревновательный дух. Более 20 воспитанников школы НОДА от 8 до 16 лет увлекаются футболом. На соревнованиях в Алматы выступали сразу две команды. В одной из них в качестве нападающего и защитника выступила девочка. Боролась буквально до крови из носа. По словам тренера, главной целью было не победить, а прочувствовать командный дух. За три дня каждая команда по четыре игры сыграла. Пять команд было. Из пяти команд мы заняли второе и четвертое место. Что я считаю, ну, очень хорошо. То есть мы, еще раз я повторюсь, не создавали одну сильную команду, другую слабую. Мы более ровно поделили, потому что, как я вам говорил, возрастной, где-то возраст был от 2003 до 2010 года. То есть в одной команде был и 2010 года, и 2003 года. То есть и постарше, и помладше. Ребятам представилась отличная возможность побывать в гостях у карагандинской команды «Шахтер». Они посетили раздевалку футболистов, присоединились к настоящей чемпионской тренировке и пообедали с горняками в столовой клуба. Провели мастер-класс небольшой. Дети все очень рады. Я думаю, это хорошо и для них, и для нас. Всегда вот так быть в общении. Встреча подарила детям незабываемые впечатления. Сейчас они продолжают регулярные тренировки и готовятся к грядущим соревнованиям. Полина Малюкова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Ну а это были все новости на сегодня. Увидимся в эфире телеканала «Первый Карагандинский». Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!